Скандинавы, например, ввели в школах на уроках музыки изучение металлической музыки. То есть они с детства и теперь все уже много лет знают, что такое не понаслышке. То есть умеет кто-то даже на чем-то попробовал поиграть уже на уроках музыки той же самой. Это такая уже, ну, как сказать, культурный прорыв, я считаю, вообще. Причин, почему это сделали, чтобы людей, то есть народ весь, оградить от пьянства. Потому что в Скандинавии, как ни странно, самый большой показатель самоубийств. При том, что у них высокий уровень жизни, вроде все так социально хорошо, достаточно все сделано. Но вот народ все равно страдает, безвыходность какая-то, у них клаустрофобия такая. Они все вот к нам, вот то, что финны ездят в Питер бухать. То есть у них проблемы еще с алкоголем и вот самоубийство. То есть у них как-то нет выхода, что ли, в этих стран. То есть они не видят каких-то вот, ну, у населения нет перспектив на будущее, что ли. Несмотря на высокие уровни технологий и вообще, то есть уровень жизни, и социальной среды, и всего. Вот, и они вот такой вот пошли на такой шаг, чтобы хотя бы вот был какой-то выход у человека. Потому что тяжелый рок, он дает выход, как сказать, эмоциональный, хотя бы уже эмоциональный. Если кто-то начинает им заниматься более плотно, он находит еще новые какие-то пути. То есть потом опять уже повторяясь то, что я говорил в свое время, что вот рок, тяжелый рок и металл – это музыка здоровых людей. В каком смысле? Что здоровый человек не даст негативные эмоции в своей музыке, какая бы она ни была, как бы она агрессивна вроде как не казалась в звучании своем. То есть его, он, ну, выдаст только позитивный сигнал. Когда вот то, что я говорил про вот этих депрессивных людей, конечно, они только дают, вот, они хотят с кем-то, в принципе, это их трагедия, им не с кем поделиться. Они одиноки, вот в этом миллионном мире людей, то есть чувствуют себя одинокими. Это вообще, то есть это на самом деле тенденция не только современного мира, это, в общем-то, всегда было. В мегаполисе человек чувствуется одиноким, не с кем поговорить. Это даже и в литературе, я помню, ну, у Генри, например, такой писатель был известный, американский. У него там есть такой квадратура круга, по-моему, называется. Когда такой вкратце, как говорится, сюжет в деревне, там, парень молодой, там, ухлеснул за девушкой, у нее папаша злой. В общем, они поцапались, чуть ли там, это за него не стрелял, там, в общем. И в итоге этот парень молодой, ну, как-то так, не найдя своего счастья, в этой деревне уехал в город жить. Ну, это Генри писал в начале 20 века, поэтому там города были чуть другие, но тоже смысл тот же абсолютно, несмотря на разницу. И потом этому папаше пришлось как-то поехать в город по делам, что-то с фермеровскими связанными делами. И он там как раз о Генри очень описывает впечатление деревенского жителя, попавшего в этот гигантский муравейник, когда он там вообще чуть с ума не сошел просто от того, что там ему спрашивают, ему объясняют. Там еще в Нью-Йорке, там никак у нас название улиц, там 42-я, там 58-я, то есть все по номерам, все безлично вообще, то есть никаких имен, чисто цифра, цифра, цифра. И он пока, он думал, что все уже, ему сейчас плохо станет, и вдруг он увидел своего вот этого зятя несостоявшегося, который шел там пообедать с работы, клерком он работал, и он побежал за ним, а тот не понял, он думал, сейчас папаша опять и будет его там, это самое. В общем, короче, тот его догнал, и этот уже думает, ну все, с жизнью прощаться сейчас, папаша уйдет там за дочку. А папаша ему в объятия бросился и говорит там, Джон, блин, наконец-то я хоть встретил, хоть лицо знакомое, давай, ну то есть все, лучший друг. Понимаешь, ну то есть это Генри так с юмором писал все, как бы это получал. Что даже обиды свои крованые старые забыл, только хоть лицо встретить, с кем можно на одном языке поговорить. А все же вроде вот как у нас, мы же по-русски все говорим, а не с кем говорить вот так вот. Все по-разному по-русски говорят, и свои мнения какие-то имеют на эти темы. То есть вот я сталкивался с этим часто, когда говоришь с человеком, говоришь фразы, произносишь такие обычные, он кивает головой, а потом ты выясняешь, что он имел, он совершенно у него другие ассоциации возникали. Ну это воспитание другое, другое образование. Я так сказать, вот мне может повезло в жизни, что я читать рано очень научился, я еще там лет уже в шесть спокойно уже читал книжки, очень много прочитал. То есть я поэтому как-то и не стал поступать ни в какие институты, чисто карьерно мне это было неинтересно, а информативно вот я ушел в библиотеки, находил, выбирал, ну читал. Сейчас вот интернет, когда тут вообще просто качай, что хочешь, то есть, ну я имею в виду, понятно, я так стараюсь соблюдать права там авторские, не качаю там контрафакты какие-то, но я нахожу библиотеки, где люди делятся между собой, но это вот все равно, что я дал почитать книжку другому. То есть я же, это же, как сказать, не в целях наживы, просто ради информации, а где я еще найду. Только вот по друзьям каким-то раз у него было, то есть сейчас больше информации. Другое дело, что читать стали меньше в том смысле, что сам процесс еще остался вот в этой среде, но в основном читают для того, чтобы забыться, вот даже в метро люди читают не для того, чтобы узнать что-то новое, а просто чтобы вот этого ничего не было, то, что вокруг, скрыться в книжку, спрятаться. Это всегда, и читают в основном, ну то есть такой популяр чтиво, там вот это вот, полфикшн такой, как это самое, и как его фамилия-то забыл, Тарантино, криминальные чтиво. Это же то же самое, вот эти все Донцовы и так далее, это тоже полфикшн, такая же фигня. Это вот истории криминальные, какие-то полудетективы, с психологией, с какой-то там неустроенной жизнью. Ну то есть это обычная такая вот обыденность. Получается, вот он хочет спрятаться вроде, а прячется все равно в эту бытовуху ту же самую. Но единственный плюс, что в книжке, когда ты находишься, ты там как-то контролируешь процесс просто. Поэтому комфортно вроде бы, потому что здесь ты когда закрываешь книжку, ты уже процесс не контролируешь. Неизвестно, ты уже один на поверхности, несмотря на то, что куча людей и много. Потому что я помню, даже в советское время, ну в Москве, по крайней мере, здесь мне сложно, прям за весь мир, за всю страну. Ну были ситуации, когда вот человеку плохо, там его вызывают скорую, там как-то кто-то о нем заботится сразу. Это ненормально, то есть это не сразу, как сейчас кричат, а пьяный. Уже сколько вот было ситуаций, когда деду стало плохо, а пьяный все равно, и он так помер на лавке. Ну как-то уже цинизм общества, то есть уже не реагирует на горе. В советское время там упасть на улице невозможно было просто. То есть тут же бы тебе кто-то помог, подбежал бы, что-то сделал. Ну то есть среагировал на тебя, то есть несмотря на то, что было такое вроде общество тоталитарное, и как вот его сейчас все чистят и осуждают. Я могу сказать, вот я сам продукт этого общества, фактически, в 60-х годах родившись, я не видел вот того, о чем говорят эти люди, которые осуждают этот строй. Я его лично не видел, я знаю, что мое поколение тоже его вот в таком виде не видело. То есть это было наверняка что-то, но это было в локальных размерах, в определенных кругах. Это вот как вот мы обычно все на Москву, на Москву, что вот там москвичи зажрались. Я всегда вот даже деревенским кому, я им говорю, ты поезжай в Москву, поживи недельку хотя бы. Сам просто на своих дровах, вот как ты вот, ты вот заехал в город один, и вот ты что, куда ты сунешься? Иди в гостиницу там, ну как вот, вот как мы за границу приезжаем, мы же не ломимся по друзьям, по родственникам, правильно? Если они сами, конечно, не зовут. Мы идем в гостиницу, снимаем номера, живем там, тратим деньги, как-то ходим сами. Никто нам не помогает. То есть вот сколько у тебя ресурсов, естественно, выбираем гостиницу по своим доходам и так далее, и так далее. То есть рассчитываем, сами отвечаем за себя фактически. А здесь, получается, они приезжают в Москву и хотят, чтобы перед ними все на колени упали сразу. Какое счастье, что это нам приехало, и что их тут же вот эта халява. И они, получается, когда вот я им как говорю, они задумываются, говорят, вообще да, точно, мы не правы в таком вот осуждении своем. И говорят, ты понимаешь, то есть получается, что, ну если я родился в городе в этом, ну что мне вот сейчас теперь бросать этот город, да? Да, получается, да? Хотя я, можно сказать, и сам в свое время участвовал в строительстве этого города, между прочим. То есть вот я геодезистом работал, и все новостройки, вот эти все медведковые, ореховые, все, я съемка там была. То есть это как бы я личное участие принимал в этом. Я, то есть не то, что там этим горжусь сильно, но я могу сказать, что я тоже руку приложил вот в строительство хотя бы. Ну то есть, понимаешь, то есть я как бы в каком-то смысле долг этому городу отдал в свое здесь нахождение. А тут получается сейчас вот из-за того, что как-то странно к Москве отношение, что вот деньги, эти деньги, деньги, да нету здесь денег, так же, как и у них там нет. Деньги все вообще принадлежат государству. Если бы кто-то прочитал то, что на деньгах написано вообще, что это билет принадлежит правительству. То есть в любой момент президент может сказать, так, я деньги у вас всех забираю, например. Все сдали деньги. И кто не сдал уже, тот преступник, потому что он когда получил деньги, он согласился с условиями того, что написано на ней. Если уж так разбираться до конца в законности действий и так далее. То есть никто не врубается в это. Так же и на американских долларах то же самое. Везде написано, что эти деньги, это люди мне принадлежат обычным. То есть то, что ты их копишь, это не значит, что они твои. То есть если у тебя их отберут, это нормально. То есть в этом нет нарушения законности. Другое дело, что если ты их обернул в имущество, и у тебя уже имущество отбирают, это другое дело. Это уже не деньги твои. Ты использовал деньги по назначению, ты же все равно их отдал. Вернул. Вот это вот не догоняет народ. И вот из-за этого сейчас все у нас и проблемы. И возвращаясь опять к музыке, и вот эти проблемы порождают неправильное восприятие музыкальных форм. Вот я, к примеру, могу сказать, за какие годы это было. Как раз в 89-е, 90-е работала вот СНС, в смысле радиостанция была СНС. Она работала в Москве, Питере, но где-то по ближним там. Вот я могу сказать, это единственный мой период жизни, когда я радио не выключал просто. Просто вот у меня все время дома работала СНС. И не могу сказать, что я там слышал какую-то музыку плохую вообще. И слышал людей каких-то, которые мне не нравились. Там шли разные программы тематические, не только там тяжелые, а разные. У нас тоже был час в неделю этот «Велезный марш» передачи. То есть каждый брал на себя ответственность за правильный стиль, который ты лучше всего знаешь. И мы выдавали людям информацию. И также работали другие диджеи разных, кто-то по авангарду, кто-то там даже при попсовленной какой-то коммерции занимался такой вот, вытаскивал. Ну то есть это были интересные передачи в любом случае, что бы там ни звучало. Потому что они были еще кроме развлекательные, познавательные. То есть ты кроме музыки еще узнавал информацию, ну такую реальную. Потому что я помню, я сам даже, когда участвую в этих передачах, у меня была подружка, которая в Германии жила. Она мне переводила из журнала «Металхаммер» рецензии. Ну там английский, как бы он получал дорогой. То есть все равно он немецкий изначально. А она как бы с немецкого была, вот из первых рук. То есть я уже получал какую-то информацию музыкальную. И я тут же мне она переводила все, ну реально как оно есть. То есть понимаешь, то есть именно не как у нас журналисты. У нас же сейчас журналисты о музыке не пишут уже давно. Они пишут о группах, о людях, о их каких-то доходах, там расходах и так далее. Вот эта вся бытовуха. Но про музыку я давно не открывал журналы, не читал, не мог, не знаю вот даже где найти, чтобы мне рассказали о музыке, которую исполняет эта группа. Или этот исполнитель какой-то, или автор там исполнитель. Про тексты, может быть, скажут, да. Про музыку ноль. Вообще, то есть нету. И получается, как вот здесь вот, например, при отсутствии музыкальных журналистов вообще говорить о продаже какой-то музыки. Я же должен узнать хотя бы. Ну мне могут демку поставить там. Но демка сейчас же тоже, как бы, ничем мне не скажет она. Может, там другая песня будет, другая, третья. То есть, значит, опять мне надо, получается, нарушив закон, скачать тупо там MP3 какой-нибудь, прослушать, если понравится, купить себе этот уже лицензионный в хорошем качестве диск. И то обычно заканчивается все на MP3 скачанном. Который, в принципе, при наличии хороших программ, там типа Саундфоржа какого-нибудь, можно перевести в аудиоформат вавовский, который будет иметь расширение, такой же производственный, даже может отредактировать получше еще. То есть вот к чему нас приводит. А если бы, например, я считаю, была бы, это, конечно, я так утопически уже рассуждаю, была бы хотя бы структура вот журналистов, которые музыкой интересуются, которые приходят на концерты, не смотрят, кто чего где забухал, и с кем там куда-то пошел, там что-то делать, или в чем он одет, и все. А который сел и конкретно прослушал концерт. И потом свое впечатление о концерте, о музыке, которую он услышал, не о том даже, что происходило на сцене, потому что не все же театральные постановки на сцене устраивают. Просто люди выходят и играют музыку. И ты сидишь в зале и слушаешь, если тебе нравится, ты можешь танцевать, можешь не танцевать, неважно, как ты себя ведешь. Главное, что ты воспринимаешь этот материал, какую-то ассоциацию получаешь.